Осторожно, мошенники! Практически с каждым годом они находят все новые методы обмана людей. Эксперты рассказали, как себя обезопасить. Старые схемы обманщиков сегодня уходят в прошлое. Например, СМС и звонки от вымогателей из мест лишения свободы. Представляясь родственникам, попавшим в сложную ситуацию, они просят помощи. Но полицейским расслабляться некогда, ведь появляются новые идеи, а они все более изощренные. Участились случаи, когда в квартиры приходят неизвестные, они представляются сотрудниками коммунальных служб или соцработниками. И вынуждают людей совершать незапланированные покупки, порой на суммы, которые приводят в шок. В группе риска здесь в основном пенсионеры, специалисты призывают быть внимательнее, спрашивать удостоверения и не пускать незнакомцев в дом. Сложнее с жуликами, действующими через интернет. Как раньше это было, мошенник сидит, обманываем, допустим, Самару. Сейчас такого нет. Сейчас сидит мошенник в Самаре, может через интернет, допустим, связаться с Владивостоком и обмануть там человека. Соответственно, мы уже это расстояние немножко изменили. То есть мы сейчас общаемся с коллегами, то есть уже там, то есть мы можем спокойно взять, собраться там несколько регионов, два-три региона Российской Федерации. И, соответственно, уже совместными усилиями поймать ту или иную группу. Во многих случаях на удочку мошенников люди попадаются сами, как это часто бывает с несостоявшимися интернет-покупками. В поисках выгоды покупатели совершают сделку через интернет на непроверенных сайтах, где цена на порядок ниже и теряют деньги. Специалисты призывают людей, прежде чем решиться на приобретение, проверить продавца. Сделать это можно через тот же интернет. Как правило, если сайт сомнителен, то в сети уже есть гневные отзывы тех, кто уже пострадал. Список нерадивых бизнесменов регулярно обновляет региональный Роспотребнадзор на официальном сайте. Есть и такие случаи, когда мошенники выходят на человека сами. Например, представляясь сотрудниками банка. Через специальное приложение сегодня можно поделать номер, сделать максимально похожий на банковский, с отличием, например, в одну цифру, что не сразу бросалось в глаза. Аферисты, представляясь сотрудниками банка, называют человека по имени, могут назвать место жительства и дату рождения. Человек расслабляется и сам называет номер карты, срок ее действия и трехзначный код, находящийся на обратной стороне. Этих реквизитов достаточно мошенникам для того, чтобы начать операцию по переводу денежных средств с вашей карты. И далее, в ходе разговора, начав эту операцию, вам приходит из банка официальный код подтверждения этой операции. Они продолжают у вас, выуживая информацию, получать еще и вот эти коды и пароли из смс, из пуш-уведомлений. Таким образом, это позволит им уже операцию по выводу денежных средств с вашей банковской карты завершить. Чтобы сохранить свое сбережение, эксперты рекомендуют внимательно слушать собеседника. Настоящий сотрудник банка не будет выманивать у клиента персональные данные. Если вдруг вы поняли, что столкнулись с мошенником, нужно положить трубку и перезвонить в банк. Причем сделать это лучше с другого телефона. В случае, если обман состоялся, вернуть свои деньги довольно сложно. Сделать это можно через суд, но процесс трудоемкий. Мария Левина, Максим Гусев, События.